Сегодня мы здесь, но это не всё. Но главное то, что сегодня здесь Иисус. А мы чувствуем, ощущаем Его присутствие, что Он здесь. Слава Богу! Но не все, братцы, по-моему, к сожалению. Я бы хотел сегодня говорить одно слово или тему, которую Бог дал. И когда брат Женя передо мной говорил слово, я думал, ну я же ничего не рассказывал, ничего не говорил, о чем я буду говорить. Ну, как посмотрел. Это же самая тема. Но только она менял немножко по другим названиям. Я бы хотел сегодня именно остановиться на том, что брат Женя читал. Но мне сегодня Бог дал такой ответ, почему мы говорим Богу, чего теряется благословение и почему проклятие на земле. Вот это Богу сегодня многие ставляют. И если бы вы внимательны были от этой темы, которой, если чего не передо мной говорил Женя, И вы знаете, это мы бы здесь увидели и услышали очень-очень о многом. Я возьму немножко, остановлюсь на том, что было уже прочитано. О этом человеке, который имел сыновей. Три человека. Отец и два сына. И, видите, где-то 10-й стих говорит так. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. И еще сказал, у некоторого человека было два сына. Отцы, матери, дедушки понимают, что такое сыновья. И что такое отец и отцовская родительская любовь к детям. Иногда дети не видят этого. Иногда не хотят видеть этого. Они всегда и во всем правы. Всегда и во всем своем они правидествовании. Я не буду говорить о ком-то, но я об этом где-то уже не раз говорил, вспоминал об этом. Но сегодня вот эта тема меня затронула сильно. И я не мог понимать так глубоко того момента, где Бог сказал, почитай отца и мать, и будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. Вот этот смысл, значение этого слова Божьего для меня не было так понятно. Ну, мама, ты старая, ты плохо знаешь. Мама, ну отстань от меня. Я же знаю, как мне лучше. Ну, сынок, ну одень. Ну, сынок, ну иди. Не иди, не делай, не говори, не... Оставь. Мама, ну ты не понимаешь. Вы знаете, я, как бывал на Украине, была и не всегда, не каждый год туда ходила, и я не нахожу там... Но иногда хочется посетить могилу, холмик, где лежит мама. Сейчас уже и папа. Я приходил, садился там у из головы, я говорил, мама, я знаю, что тебя здесь нет. Но там, на небесном балконе, вы видите, как мне тебя не хватает, как мне не хватает твоих молитв, как мне не хватает твоего взгляда, как мне не хватает тогда, когда ты говорила, сыночек. Как бы я бы хотел услышать сегодня это слово, сыночек, не делай, не говори. Или другой какой-то. И знаете, я помню, когда я уезжал в Америку, я приглашал всех братьев, брата и сестёр, особо отца и мать. Но сёстры катерически нет, и папа, и мама говорят, ну, мы и деток не оставим. И мама, я как сейчас помню, подошла ко мне, положила руки, так, на сердце, говорю, сыночек, если бы ты мог заглянуть в моё сердце, что у меня здесь происходит? И я говорю, мама, ну, я же не умираю, я уезжаю. Я говорю, так, если бы ты знал, кто ты для меня, и твои дети, и твоя семья, и она заплакала. Но я хочу тебя благословить. Где ты не будешь, чтобы ты был благословённый Богом? И вот я представляю этого отца, который сын пришёл, сказал, дай мне имение своё. Младший сын. Старший не мог. Он соблюдал Писание. Он знал заповеди. Он стоял на этом быть в доме. Ох, какой же нехороший этой младший сын распутный, разгулял, просточил, прогулял своими всеми эти финансы, которые отец собирал, скопил для своих двух сыновей. Отцы, матери, дедушки, а что мы собрали для наших детей? И я не говорю за финансы, а богатство, которое не съедает, не молит, не ржа. Что мы им сделали? Припасли, показали, дали. И вот здесь этот отец – это мой преобраз, твой преобраз. А мы смотрим, а мы входим сюда, подходим. Или как? Вы думаете, просто так захотелось брату сказать эту тему сегодня, поговорить о младшем сыне. Ну, казалось бы, сегодня у нас служение. А это и есть – почитай Отца. Достойно или недостойно? Который отдал за меня жизнь. Распит, умер, на смерть пошел. А я почитаю. Давайте начнем с этого сейчас. Может, нам нужно сейчас сегодня плакать, каяться и говорить, Отче, прости, мы недостойны называться сыном, дочерью. Я давал обет доброй и чистой совести, но эта совесть такая нечистая, лукавая, лицемерная. Что мы сегодня не можем смотреть Ему прямо в глаза и сказать, Отче, я все сделал по Слову Твоему. Я живу по Слову Твоему. Я живу волей Твоей, не своей. Я живу. И вот здесь мы говорим о двух сыновьях. Этот старший сын соблюдал Писание, соблюдал заповедь Божию. Он намного лучше. Я так думал? Он намного лучше младшего сына. Он соблюдает Писание. Он исполняет заповеди. Он идет, казалось бы, в плане Божьем, в воле Божией. Но уви, сердце видит только Бог. И видел только Бог. Вы скажете, почему? Я скажу чуть попозже. Я отвечу на ваши мысли. Почему здесь сказано так? Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих. Об одном грешике каемся. Заметьте, здесь не сказано радость у Бога. Будьте внимательны. У ангелов Божьих радость. Почему? О одном кающемся грешнике. Первые, кто несет вес нашей молитвы, восходят и нисходят, это ангелы. И они радовались тем, возрадовались, что они принесут отцу, создателю, владыке, цару царей, восседающим на троне, радость. Действительно подлинное покаяние, аминь. Не лицемерное, не лукавое, не выгодное для себя, а именно открытое, сердечное. Вот почему тут стоят ангелы. Они первые приняли, и они понесли. А вот седаешь на троне, он увидел. Он увидел, он радовался. Но ангели возносили эту молитву. А какие наши молитвы возносят ангелы к нашему отцу? Радуясь? Или видеть, что Вася слицемерил, слукавил, ищет своего? Я был на одной общении, служении, а на одном покаянии. Там было ни одно, ни два, ни три. Там были. И однажды стоит пожилой мужчина. Пожилой. И пришел, плачет. Я хочу покаяться. Я хочу освободиться. Я хочу получить свободу очищения. А Бог говорит, не вер, лжец, лицемер, лукавий. Это хочет его обида каяться. Но в сердце он жестокий, верломный, себелюбивий, эгоистический. Ищущий своего. Как сказать? А Бог говорит, так как есть, так и скажи. А я говорю, а я и молиться с тобой не буду больше. Вставай. А он на колени встал. Я говорю, чего? Лицемер ты лукавый. Ты хочешь вот так пришел стать пред Богом и слезы пускаешь? Слезами не возьмешь. Бог видит сердце. Бог видит сердце. Как я пришел каяться. Ты же пришел не ко мне перед Богом, да? А что ж ты пришел каяться? А теперь, ну, давай, называй. А как ты относишься к семье? Как ты к детям? А как к жене? А что вдруг ты жену любишь и называешь слониха? Ну, вот это уже прет любовь по всему. И это человек каяться, что и Бог простил, очистил. Я хочу. Лжец. Ты не хочешь расстаться своим я. С собой. Я вчера братьями там беседовали на парке. И сказал один момент. С одним человеком пришлось говорить. И он все обвиняет. Какая негодная жена. Какая она-то нехорошая. И, в общем, только одно негатив, негатив, негатив. Ну, я ему сказал, сколько ты с ней прожил? Да. А когда ты с женой с хорошей? Да, было. Но сейчас. Ну, нестерпимо уже больше дальше. Я говорю, у тебя, получается, враг номер один. Да, в семье. Это враг номер один. Это диктатор. Я говорю, ты хочешь знать, если, но врага. Да, я узнаю твою хату. И говорю, когда ты выходишь на собрание, и когда ты держишь у людей, там аж зеркало такое, аж до земли. У выхода. И ты, говорю, мне тот галстук пошел поменял. Мне по той рубашке подошел. Там то, что-то. И ты несколько раз еще можешь что-то поменять или перейди. Так, ну да. Вот подойди туда, посмотри. Ну, только, говорю, держи видео. И я видео. И он пошел, когда он встанет смирно, вытянет все в зеркало, смотри на себя. Он смотрит. Ну и что, когда увидишь своего врага, номер один, это ты. А тут и была проблема. Это ты. Не жена, не дети, не братья, не сестры. Я враг себе номер один. Но мы этого не видим. И порой мы этого видеть не хотим. И слышать этого не хотим. Почему? Потому что нам это неприемлемо. Другая ситуация. С одним человеком. И он говорит, вот через того я перестал проповедовать, вот через того мои дети перестали петь, вот через ту обстановку, ты ситуации и перечисляет, и перечисляет, что и кто мешает ему. Или в его семье. Вы знаете, он долго перечислял, перечислял. У него там были записи, что-то он занотовал. А дальше он говорит, я мог бы много говорить, но я вижу, что с этого мало толку. Я бы правильно это сказал. Ты все натовал кого-то, 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 кого-то. А о себе ты не говоришь ничего. Ни полслова ты не сказал о своем личном отношении. О чем говорить? У меня все хорошо. Я говорю, давай проверим. И я ему начал говорить то, что Бог открыл за его. И он вскипел. Ты лицемер, ты лукавий. Я говорю, А вот тот, ты добрый знаешь, он намного хрешнее, меня хуже. И он там был, и там был, и там его видели. И вы ему не трогаете. А меня на лопатки ложишь. Садисты, диктатор ты. Вот оно, скажу, видишь? Вот оно, самое главное. Ты увидел всех, но не себя. А тому, а той, а тама, а там, а тогда, а то. вот, вот где твоя жестокосердие, вот где твоя жестокость, вот где твое безбожие, и вот в твоем сердце с того времени, сколько ты носишь, не живет ни Дух Святой, ни Христос. И ты никогда ни этом не плакал, ни каялся. А сегодня ты ищешь своего. Сегодня не просто была эта тема затронута. Я хотел, Бог сказал, говорить, я думал, говорить, но не сегодня. Но когда в рожжении сначала эту тему, я понял, что Господь сказал, это день сегодня. И сказал младший сын отцу, отдай. Мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. Здесь идет речь о имении финансов. Я так думал. Но Бог сказал, минутку, финансы это второе. Но самое главное, он отдал часть своего сердца любви сыну младшему, который он имел к нему. Он мог сказать, нет, никогда ничего не дам. Иди, как хочешь, на все четыре стороны, больше я тебе знать не хочу. Но любовь отцовская, жертвенная, в любовь материнская, жертвенная, он не отпускает только сына или дочь непослушного, но он отдает часть себя, своей жизни, свое сердце. И это было бессонные дни, ночи. Это усталость, это изнемужение, когда они нас воспитывали, недосыпали, недоедали, молились, Бог только знает, чтобы мы были живы, здоровы, хранимы Богом. Но сегодня мы выросли, сегодня мы все обо всем знаем, и нам эти седины голови не нужны, они нам мешают. И очень мешают. Мешают строить наши планы, мешают нам жить, мешают нам делать то, что мы хотим, или жить так, как мы хотим. Если бы мы знали или хоть раз послушали или увидели эти молитвы матерей и отцов, которые любят Господа и вручают нас в этих молитвах, вот это самое главное имение, которое он имел. И он отпустил его с этим отцовским благословением, каким, что его любовь не перестанет любить и ждать его. Не перестанет. Он его не отвязал, он не выбрался он отдал его с деньгами все и забыл о нем. Но он смотрел, не идет ли он, не возвращается ли он. Вот оно имение отцовской любви. Вот оно глубочайшее имение жертвенности, любви отца или матери о нас сыновьях и дочерях непослушных, вероломных, эгоистических, которые мы не хотим внимать. Вы нам мешаете. Вы нам мешаете, просто мешаете строить нашу жизнь. Я помню, однажды перед одним было сватовство, мне пришлось быть там в сватовстве, пригласили как служителя. И меня сильно сразило мое сердце. У нас закончилось это сватовство, и мы должны молиться. А потом идти в комнату, садиться там кушать. А дочь при всех подошла к папе. Говорит, папа, еще не все. Я хочу твоего благословения. Мама, я хочу вашего благословения. Благословите меня с этого момента, чтобы мне быть с Господом так, как вы, чтобы мне любить Господа и вас так, как вы, готовы были умереть за меня. Ты не раз говорила в молитве, Господи, исцели ее, лучше я уйду, но ее остав. Я слышала это. Вот оно наследие отцов русское. А мы не оценим этого, мы не понимаем этого, мы можем так легко разбросать. Но жатва придется вам. Жатва будет ваша за это все. Поймите, жатва будет только моя, и никто за меня жать не будет. Я за свои поступки и действия буду жать. Я часто это вспоминаю проповеди, когда я видел, я был свидетелем 90-летний старец. Идите на коленях, просите отца, отец, благослови, отец, сними с нас проклятия наследственные. Он гордо сидел, почитать надо, заслужить надо. я ему говорю, отец, ты или же ты вообще не верующий, это служитель, или ты вообще не встречался с Богом и не знаешь его, и не знал его. Как же ты можешь так жестоко поступать своими детьми, твои сыновья, дочеря просить у тебя, а ты гордо надменно им не благословения, а только прокладия желаешь. Нормально? Запомни, оно их не коснется, заслуженные, но в тебя может быть доворот и отворот поворот. И не думай, что у тебя какие-то заслуги, которые ты можешь пройти через врата. Нет, абсолютно нет. за каждое ты должен покаяться. И посмотреть, что дети говорят, и о чем они просят. По пришествии многих дней младший сын собрал все. По пришествии немногих дней младший сын собрал все. Пошел в дальнюю страну. Отец все положил. Отец все отдал. Его часть ему. И написано, что он собрал в течение многих дней все. Он не оставил ничего. Может, папа, я вернусь, пусть еще будет. Папа, все-таки я не хочу навсегда уйти от себя. Здесь конкретно четко говорить о решении сына, который не был в отцовском доме. его не интересовала эта жизнь. Ему хотелось иметь свою личную жизнь. Я часто слышу, когда я слышу дерзкие слова дочерей или сыновей, когда говорили мне, я задаю вопрос во все часы, чего ты хочешь выйти замужем, чего ты женишься, хочешь быть независимым от родителей, построить свою жизнь. Да, я хочу с чистого листа начать новую жизнь. Все, полный провал. Из твоих слов вышло это уст твои слова. Проклятие! Ты под проклятием не начнешь! Я начну! Я хочу! Не, Господи, пойди, благослови впереди. Папа, мама, благослови, чтобы Господь пошел впереди. Я начну! Уже начало, уже начало. проклятие есть. Сатана услышал. Он не замедлит, чтобы это исполнить или привести его в исполнение. Поймите, Господь здесь и сегодня говорит и молодым, и нам, дедушкам, и родителям о том, что мы должны переосмыслить свою жизнь и сегодня покаяться пред Богом. А то мы начнем с таких чистых листов, что будет на что смотреть. И мы сами себя не узнаем, что мы натворим. Разделил отец имение, он собрал свое и расточил имение свое, живья распутно. Я так думал, что он там, ну, знаете, как сегодняшняя молодежь у нас, мы видим казино, мазино, там эти все разные бары, шмары, все это, там прогуляли. Но Господь говорит, нет, это не только это. И там дальнюю страну расточил имение свое. живья распутно. То, что было дано отцу финансово, здесь идет речь, но не только о финансах, а расточил то имение, которое было тем отцом назначено для тебя в твоей личной жизни, твоим непослушанием, твоей гордостью, твоей надменностью, твоим эгоизмом в себе любвием, ты расточишь все то, что назначено тебе благословение. И придешь к свиному кориту и ничем другом. Это ждет каждого. Когда же он прожил, все настал великий голод и страшный голод и начал нуждаться. Братья мои, дорогие сестры, я хочу сказать всем нам, здесь идет речь о голоде, начал, что он оказался свиного корыта. Нас ожидает то же самое. И голод пищи, а голод духовный уже в процессе давно. В церквах не стало действие Духа Святого, в церквах упразднована благодать Святого Духа, в церквах не стали действовать сосуды Божьи, которые Божьи в уделе Божьем. Господь перестал говорить, обличать, благословлять, перестало действие благодати Святого Духа. Этот голод уже в процессе. Почему? Расточили имение то, что отцом было дано. И Дух Святой, и благодать, и дары Духа Святого. Все было дано, но мы расточили. Мы расточили. И что же произошло? Великий голод. А скажите, он увидевший этот голод, начал нуждаться. Вот положительная черта, Бог, и обратите внимание, что он начал нуждаться, придя в себя. Написано так, придя в себя. Он сказал, придя в себя, у отца моего столько из обидче стоит хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу мою. Встану и пойду к отцу моему. Мы настолько уснули духовно, мы настолько уснули крепко, мы настолько опустились, что у нас нет нужды даже. Он пришел в себя, а мы даже видим, что идет голод, нету действия, нету благодати, одни духи обращения, харизматия, каунтри и тому подобное. Мы даже порой боимся заступиться за истину и сказать прямо, что это не Дух Святой и это не Бог. Жалеем, пожалеем, если не покаянешь, но будет поздно, что мы не говорим сегодня истину братьям и сестрам, чтобы они не имели оправдания. Может быть, их коснется твое слово? Они задумаются. А мы прилицемерили, промолчали. Начался голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля спаси свиней. Заметьте, сын отца. Идет речь здесь не о языческом человеке, а о народе Божьем. И заметьте, что идет, он пошел, пристал к одному из жителей страны той, в которой он ушел вдали от дома отцовского. Слышите, куда ведет? Чистая бумага, чистый лист, чистая хорошая страна, куда я хочу устроиться жить, там буду жить, там построю новую жизнь, там построю нового листа, а там тебя ждет поле свиней. И там начнешь с чистого листа, у свиного корыта. Там начнешь. Не минуем это, если я не покаю, Бог будет нас ломать. Если еще любит, будет нас ломать. Боя любовь его такая отцовская. И он пришел, пристал к одному из жителей, что не овец пасти, заметьте, а не чистую ту пищу, которая не принималась никогда евреями. И у нас считается нечистой. А ты станешь из народа Божьего пасти это не чистоту. А ты сегодня кого опасешь? Какую свиню? В раз идешь и тебя не чувствуешь, что ты в грозе. Ты прав, ты права, все хорошо. Я задал вопрос одной молодой сестре и говорю, слушай, а тебе ни о чем не говорить, что у тебя вот здесь, вот здесь, из щекотурка падает кусками. Это нормально? А что здесь такого? Я говорю, вот это оно. На поле свином пасти свиней. Вот это оно. Ты уже упленил в рабстве, ты в наймах дьявола, ты в наймах пасешь свиней. И он тебя одел как свиного пастуха, чтобы все птицы, все звери пугались, убегали от тебя. Вот ты же не похож на человека. В тебе в сердце не живет Дух Святой Господь. В тебе зло, обида, гордость, надмение, жестокосердие. Только так. И он был рад наполнить шреву свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Видите? Никто. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего из обиды все стоит хлебом, а я умираю от голода. А ну-ка давайте мы так проснемся. и скажем, отец, сколько у тебя людей, даже не еврейских, пришли и питаются пищей небесной. А я от третьего или четвертого поколения верующих родителей на поле свином питаюсь рожками не с тобою, не в тебе. А моя гордость, моя надменность, мое жестокосердие увелось благословение под проклятие. Проклятие. Это уже не благословение, а проклятие. И почему Бог на ту страну, которая так молилась, так молились, там столько молитвенных, только христиан. И я бы сказал, это одна из колебель, я не говорю, что самое главное, одна из колебельниц Украины, это Украина, где много вышло служителей Божьих, помазанных Духом Святым, дарований, где много было этих братьев. И Бог говорит, так, и многие легли за истину, и никто не знает их моим. Никто не знает их могил. Они были верны мне. А вот оставшиеся расточили все. И при самом корыто, и народ привезли до свиного корыто. Дух Святой замолчал, действия Духа замолчали, исцеления нету, освобождения нету, обновления нету, зато есть репцентры, алкогольные центры, зато есть там, где совершают, людей берут, психиатры работают, чтобы люди сегодня как-то меньше болели ну, такой депрессией. Это же первостепенная держимость. Это держимость. За несоблюдение Слова Божия, ухождение в воле Божией, люди попадают в депрессии. Сатана занимает. И сегодня он настолько занимает, что некоторые даже боятся в церковь идти, им страшно. Некоторые боятся касаться тела и крови Христа, им страшно. Дорогие мои братья и сестры, и Бог сказал, это Украина. И этот плуг, что ты слышал, начался отсюда, припахает Европу и дойдет сюда, но вдвойне более. Знаете, о чем это говорит? Двое не сможем увидеться. А нам теперь жарко, кондышина, давай. Вот как мы служим Господу. Есть служение, хочу еду, хочу не еду. Есть церковь, она мне не нравится, а меня она не устраивает. Я однажды спросил, ну, не спросил, а говорил в одной семье, и у меня был разговор с ними, я задал вопрос, дети, многодетная семья, и дети вышли с послушания родителей. Папа и мама плачут, ну, там Бог открыл причину, отчего это случилось, и как, ну, я потом говорил с этими детьми, они там рассказывают свое переживое, и она сказала, ну, с моих родителей и с нашей церкви всегда смеются, такие законнические, то нельзя, то нельзя, там, то, такие одеяния, поведения, там нельзя дружить, там, туда смотреть, ну, именно, скажи, что, ну, хотя бы сегодня интернет, ну, у нас нет телевизора, но я могу телефон иметь, посмотреть, я говорю, ну, что ты хочешь посмотреть, ну, телефон ты можешь иметь, хорошо, а что ты будешь смотреть, знаешь, папа, купите ей, помогите ей купить, а я сама куплю, я уже работаю, я сама куплю, ну, купи, и позвонишь мне, или я буду, подойдешь ко мне, или позвони мне, через полгода, я с тобой хочу поговорить, звоните на мне на днях, и говорите, простите, и плачет, а что, я начал смотреть служение, начал смотреть и церкви, откуда я уехала, я увидел, там какая молодежь, сейчас как там одевается, как ходит, и я начал так же саму это все делать, и мне говорит, бунт-рибунт пошел против церкви, где мы собираемся, а нас служитель просил, он никогда не заставлял, он никогда не кричал, он никогда за капотой не говорил, но он подходил лично, и с любовью говорил, сестерочка, это неприлично, это не должно быть, а у меня рвало, я не могла с этим согласиться, и говорит, я пастор ответил, очень грубо, что же ты сказал, а я сказал, а я не хочу, вот так, как та, та назвала, говорит, я пятерых сестер, они из-за вас, что вы не давали идти общаться с другой молодежью, или в другую церковь пойти, куда хочу, а они оставались там, они остались, как монашки не вышли замуж, я говорю, «Бладовенька, ты сделала вызов, слово монашки, которых не назвала, запомни, это проклятие, это исполнится на тебе и твоих детях, на третьего, четвертого рода, оно будет исполняться, ты назвала дочерей Иисуса Христа, амитой кровью, акция, монашками, а Бог, и еще видели очи мои зародыш твой, а я дерзнул, дерзнула, сказать, монашки, я, вот что я поставил Бога, как я дерзнул, кто касается вас, касается зеницы, ока Божьего, слышите? А нам церковь не нравится, не хочется, и нам хочется куда-то, что-то новенького, свиное корыто будет самое новое для вас, запомните это, самое новое, это ваше свиное корыто, и то не будут вам давать этих ружек. встану, пойду к отцу моему, я очень пропускаю, потому что у нас время, пошел к отцу, я пропускаю, отче, я согрешил, против тебя, так написано? Небо. А почему? Он же против неба ничего не делал, он только отцу сказал, дай мне мое, вот видите, что связано? Верхний источник благословения он расточил, и против неба он согрешил, он понял только у свиного корыто, что он расточил не имение отца своего, а против неба, против Господа Бога. Он расточил это имение, он потирал все, как многие сегодня потирали Божий любовь, как потирали мир с Богом, как потирали жажду служить Богу, променяли это временное на вечное, и не хотят каяться, видеть себя святым, и все нормально. А он говорит, согрешил я против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. И пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Давайте, дорогие, я, наверное, сейчас закончу, не буду продолжать эту тему, она очень длинная. Не хочу испытывать ваше терпение, но я хочу закончить так, чтобы это коснулось моего сердца, и я увиден не рядом сидящего брата и сестры, а себя. Иисус здесь смотрит на меня. Вася, а ты что расточил? А ты в чем виновен, чувствуешь или нет? Что ты обеспечивал на души? Что у тебя такое состояние пассивное? Ты что-то расточил, ты что-то потерял. Ты что-то, то, что дал тебе, ты что-то сглубил. Там, на этом поле, в своей гордости, жестоком сердце, надменности по отношению к отцу. Не к отцу тому, который я дал, а к отцу тому, уседающему на троне. Вот кого мы обижаем. В первую очередь, не папу и маму здесь с нами сидящих, а того. Запомните. И вот это притч, это идет об этом. Что сначала мы растачиваем то, теряем то, и он говорит, согрешил я против, я согрешил против неба. Он знал, против кого он согрешил. Не против папе, который дал. Только. Это уже второе шло. Сначала запомните наше жестокосердие, Богу отступление, огорчая Дух Святой, Отца, поседающего на троне. Сына Божьего, который заплатил цену. А потом мы обижаем наших пап и мам. Но сначала это идет. Не думайте, что мы можем так пройти, сказать, ну папа, ну мама, ну прости, пожалуйста, ну с кем не бывало. Нет, это не то. Это случилось с тобой, доча или сынок, из-за того, что ты вот там огорчил, вот то расточил или расточила. И поэтому так дерзко ведешь себя, вела себя. Вот так тебе не послушание верломства. И как одна сестра сказала, как я, я думала, я вышла замуж 17 лет, я хотела быстро избавиться от родителей, я хотела быстро уйти из дома. Вот оно, расточить. Я виновен против неба. Я виновен. И еще кто-то виновен, чего такое, чего в жизни так. А я говорю, не забывайте, самым молодым, говорю, и сестрам, и братьям, которые еще не женаты, не замужние. Вы посмотрите внимательно, какие красивые эти розы. Но не беритесь их хватать. Ах, я люблю эти цветы. А они там бывают очень ядовитые иголки. Уф! Уколят, но хорошо уколят. нащуп присили твои глаза. Возить сердце твое за то, что ты видел розочку, а не восседающую на троне. Променял, променяла. А Бог все это сопоставляет, смотрит. мне пришлось говорить однажды с молодой сестрой, которая собиралась выйти замуж. И она говорила, я боюсь. И она перечисляет, чего она боится. Я вот, я вам не скажи, как у вас произошло знакомство? Ну, это было лет пять тому назад. Внимательный. лет пять тому было назад. Идет роман, розы и все в розовом цвете. Но еще свадьбы не было. Нормально? Вот какая сегодня молодежь. А почему такая молодежь? Потому что родители не на своем месте. что наши дети видеть? Что наши дети слышать? И она сказала, чего она боится? Я сказал, да, дорогенька, тебе есть, что бояться. У тебя, скажу, будет семейная жизнь, это тихий ужас. У вас начало неправильное. Это недопустимо. Это недопустимо. А как допустимо? хочет как хочет меня понимаете, но я скажу, как допустимо. Что вы хочет сохранить? Это невозможно. Мы на земле, где царство сатаны. Поймите? Хотите вы или не хотите, вы не устоите. Предел есть, время есть, определение. Не то, чтобы вам рамки сделать. Она говорит, ты убежалась много на служителей. О, я не только прооближалась, я и проклинала их. В течение этих пяти лет. Нам запрещают. Нам не дают. Нам не разрешают. Нам не позволяют. Ладно. Другая тема. Это уже я буду говорить по другим разам. Я говорю о сыне. О том, который пришел. я просто сказал отклонение, чтобы вы знали признаки, когда мы ушли в непослушание Отцу и растачиваем свое имение. Вот это такие факты у нас. Нам не хочется, нам хочется так, нам хочется так, нам хочется так, а почему не дают, а почему не разрешают и так дальше, и так дальше. Почему? Потому что здесь нет свободы Духа Святого, здесь не восседает натроне Господа. Все. Высислено. Я помню, когда мы же жили, поженились с Катей, и я уехал в посещение, и возвратился я с поездки, и поезд пришел в Киев в пол шестого утра. И я думаю, что некоторые постарше знают, такие в Советском Союзе были лязы автобусы, сзади платформа большая, столько стоять, сидений там не было. И с метро, последнее конечное метро, до Броваров вошел такой автобус. Я так себе сзади стал, львного села, и водитель включает песню. Катерина воду десе. Ай, мама моя, что в мое сердце засырало, моя, которую я три недели не видел, моя любимая жемчужина, это ее имя. И Христон говорит, стоп, ты прибежал уже, приехал. А в моем имени ты хоть раз твое сердце так остропритало, как об этом мне, вот твоя проблема. Вот оно, растерять благословение. Вот оно, мы можем растирать. Я не говорю, что нельзя любить, нет. Но если я люблю больше жену, детей, чем Бога, проблема и большая проблема, и мы придем несомненно к кориту разбитому, свиному. Если я люблю больше, что написано, отца или мать, то что? не достоин. Все. А мы так готовим все на все. Сын мой, сердце мне отдай, так или нет? Кому? Мне отдай. А мы кому отдаем? И не обижайтесь, братья, что потом вы говорите вашей жены плохие. Вы виновны. Вы ушли от престола благодати. Вы пришли к свиному кориту. И никакой пищи вашей жены не видеть, и ваши дети не видеть, и потом вы включите до Бога. Вы кричите. Боже, помоги. Сыжи, сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достойно называться сыном твоим. А вот теперь ми отце. отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Лучшую одежду. Папа взял сына, сынок, давай поговорим. Сколько я там тебе дал тысяч? Где они нет? Вот видишь, ты не послушал меня. Ты не хотел слушать меня. И ты пришел с чем оборванный? И еще у тебя там в зубах застряла рожа, который ты жевал по дороге, чтобы хоть дойти. И тот и попал на тебя не так добровольно. Может свиньи выхлопились под этой, когда накушала, чтобы хоть дожить, дойти до отцовского дома. А Бог смотрел и смотрит на тебя и на меня. И говорит, дайте лучшую одежду. Готовы мы? Готовы мы так встретились? Дайте лучшую одежду. А откуда в него была эта лучшая одежда? И знаете, я вам скажу, один маленький секрет. Но это небесный отец, но это земной отец поступил. Но я скажу, о земном отце ушел из дому сын. Один ушла старшая дочь. Мать загоревала, заплакала, а отец говорит, мама, приготовь лучшую одежду для дочери и для сына, когда не придут, чтобы ей ходить. Так, как написано. Мама говорит, да ну, ты смотри, как они ушли. И потом проходит год, второй, третий. И мать говорит, я уже помирать буду, уже лежит на мудрый. Ему же говорит, ну, ты же говорил, Бог тебе сказал, приготовь одежду. Где они? А он подошел к ней и говорит, мама, я каждый день выхожу на дорогу, смотрю, каждый вечер я стою, я жду, каждое утро я выглядаю и может, каждый шорох, каждый шорох двери или у дверей, мне сердце, наверное, уже ответ. Отцы, а мы как? сыновья и дочери, а мы думаем, что мы за нас забыли. Я папе не нужен, я маме не нужен. Если вы знали, как вы нужны, как он нуждается в вас, вы бы никогда так жестоко с ними не поступали, так жестоко не вели себя по отношению к ним. И она уже ослабела и не могла выйти с отцом, а он ей сказал, возьми ту одежду и пойдем встречать. Она посмотрела на него. Я же старенький мой голубчик, ты мой любимый, у белого престола. Может быть, Бог по наших молитвах, постах, бессонных ночах их приведет. А он говорит, нет, мне мой отец сказал, что сегодня на этой земле я буду их встречать. Она взяла ее за голову, подержала негоратели голова. и папа, и мама, папа держит сынов одежду, мама эту вышли, она на нем облокотилась и выглядывают и тут силуэт, и тут двое, и тут еще двое, и тут еще детки. это не наши. Нас двое мы ждем. Когда подходят видеть сына и дочь, их мужа и жену и детей, и они встали перед ними на колени и целовали их ноги. А папа встает на колени, обнимает их, а мама уже не могла и говорит, детки, ни на секунду я за вас не забывал и мама вместе. Мы любили, мы любим вас, и мы хотим вместе быть с вами в небе. И что сказал сын? папа прости меня жестокосердного верлоломного, что я так жестоко пренебрегал тобой, не любил тебя. За что ты мог любить меня? А он сказал, сынок, за то, что мы родили тебя, и ты мой сын. Если бы ты знал, как ты достался нам, дочечку тоже обняли, и что мне тронуло, что они стояли там, и вот когда их провели в дом, они на коленях простралили до восьми часов утра, благодарили Бога. Мать каялась в том, что она сомневалась, что она думала, что батька просто хотел желания, сердце видел, как за откровение, это был сосуд Божий, а его нет, вот второй, пятый, десятый и нет. Детки, не делайте это, не поступайте так. Отцы нашей матери не заслужили этого. Они достойны нам больше. Они достойны нашей любви и внимания. Они достойны чтобы они хотят их желания на старости лет. Но знаете, что жатва неминуема наша. Жатва будет в нашей жизни. Моя жатва за мои поступки, за мои отношения. И просто так это не было зачитано сегодня это Слово Божие. И Бог сказал, если мы пренебрегаем наследием Отца Небесного, то наши дети и внуки, если мир расточили, где они будут получать благословение, откуда, с каких источников, если папа с мамой вместе не молятся, если папа с мамой не возносит молитв, где и как будут видеть дети этот источник. Дети, давайте мы будем молиться о том, и родители, чтобы сегодня этот день, может сегодня это последний день, чей-то мой или чей-то давайте примиримся с Богом друг с другом. Давайте сегодня это время благословенное, сегодня это время приятное. Сегодня я хотел бы, чтобы вы сказали Господу, и он сказал, дайте одежду. Я хотел уже молиться, но Бог сказал, нет, ты за старшего ничего не сказал. Этот сын был мертв, и он сын старший, видите, когда услышал это, что отец так встретил, он подошел к дому, отец сжалился, побежал, упал ему на шею, побежал, пал ему на шею. Сын сказал ему, отч, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достойно называться сыном твоим. Дайте персты на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленную теленку, ну, уже слышали это, ибо этот сын мой был мертв, и ожил. Может, сегодня этот отец, восседающий на троне, он смотрит на меня, что я духовно мертвый человек, я духовно мертвый сын, мертвая дочь. в этом жестоком сердце, этом себелюбии, эгоизме, я умер, я умер. И он, говорит, был мертв, а все жив. Жив в том, что он пришел и говорит, я недостоин, я недостоин, я виновен против неба и пред тобой, я недостоин называться сыном твоим. И вы слышали, как брат уже говорил, что старший сын, когда услышал дикование, услышал приблизительно к дому, призвал одного из слух, спросил, что это такое, что он не знал, знал, что он не мог зайти, сам бежать в дом, что такое, радость отца, папа радуется, в доме веселяться, я бегу, бегом туда, не спрашивай никого. Нет, он подозвал, боговый, смотри, можно остаться в доме отцовском, можно якобы соблюдать заповедь Божью, соблюдать заповедь Божью и быть жестоким сердцем, и не быть вместе с отцом, и не разделять его ни мнения, ни желания, ни боль, ни переживания. У него этого не было. Вот какая картина открывается старшего. И когда Бог показал, он намного был хуже младшего. Младший увидел, пришел себя и сказал виновение, а старший найдите, где он покаялся, нет его покаяния, не было его. Вот что такое жестокое сердце. Вот к чему приводит жестокость, себелюбие и эгоизма своего «я». И Бог обратил внимание, что ему не было шанса и не дана возможность, как младшему, который придя в себя, этот не пришел в себя, в своей святости, в своей гордости, в своем послушании, что он с отцом, что он это, но он не был с отцом. Не был. Never, never. Не был с ним един, не был с ним единомыслен, вместо того, чтобы радоваться, он в гордости обиделся. И заметьте, что он сказал. Он сердился, не хотел войти, но отец его выйдет, звал его, но он сказал отцу, вот столько лет служу тебе, заметьте, столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне, козленка, внимательны быть, чтобы мне, не нам, не нам, не с тобой, папа, мне, вот где жестокое сердце, вот где эгоизм. Я хочу жить так, как я и был, сидел, вынашивал в доме отца, будто он един, но это далеко не един, это коварный, жестокий поступок сыновей, жестокое иным сердцем, ты никогда не дал мне, козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями нашими, так, но, братья, моими, будучи в доме отцовского, ходя в церковь, будучи членом церкви, служить Богу, иметь дружбу не с отцовским, а дружбу с миром, прелестями, похотями, возделениями, эгоизмом, себелюбием, жестокое сердце, вот это оно, моими друзьями никогда не был с отцом, и ничего общего его с отцом не было, ничего общего, нас нету с отцом небесным, поэтому мы, дурдура, съедаем, не любим, осуждаем, не примираемся, готовы за свое выбросить, как я говорил, за ту семью, что-то сказали мне, что там то, то, столько лет, он исполнил за 30 с половиной лет, что он и помнит кто, как и где, кому, что было покрыто любовью, кому прошено, а вот до них зацепились вот так. Видите, что такое жестокое сердце? Вот такое жестокое сердце. Я, когда был и один молодой брат, не очень, я его полюбил, я смотрел, как он встречался, было встречено, приходил, то есть она приходила к его родителям невеста. Я им так задал вопрос, когда у вас свадьба? Ну, они сказали, кто вас толкнул на такое преступление? Ну, вы же этим мучаетесь ходите, вы страдаете, вы грешите, ну, зачем вам? Ну, сделайте сейчас, ну, вы все его поймите, поймите, придет день, когда ты, сынок, за это горько-горко выплачешь. А он что сказал? А вот моя сестра называет по имени, а у нее было сотовство в январе, а свадьба в августе, то до нее ничего не сказали. А его бы я здесь не был, я бы сказал бы, а сегодня я здесь и вижу тебя ее. Я спрашиваю эту невесту, тебе это приятно? Она заплакала. И она заплакала, говорит, да, один Бог видит мое сердце. Мне бы хотелось, но я люблю его, его подгонять не хочу, а мне тяжело. И вот сегодня недавно позвонили родители просить молиться. Проблема с новорожденным ребенком. Я говорю, Бог исцелит только тогда, когда он покается в своем жестоком сердце. Он вместо того, что покается, он топил свою сестру. А ее покрывали, ее можно было, а мне нет. Другие вещи я привел ему. Вот она, жатва. Вот она, жатва. Сегодня это время примирения с Богом. И сегодня эта тема, я даже не начинал о проклятии, просто чуть-чуть коснулся. А я продолжу то, что сегодня Дух Святой сказал о этих двух сыновьях. Он был в доме, но не был с отцом. Можно ходить в церковь, можно принять крещение, можно петь, можно молиться, можно стихи рассказывать, можно проповедовать и не быть с Господом. И Господи, вот это страшно. И сегодня мы будем касаться. Или чтобы не было у нас такого, что вот Вася сказал, что это тело и кровь, кто коснется, это жизнь, это исцеление, а у нас болеете и умирали. Написано, кто недостойно, тот против чего тело и крови Господи. Поэтому немного из вас что? Болеют и умирают. Никто вас не будет. Сегодня сейчас будет молитва. Есть шанс сказать, как тот сын, виновен я пред небом и пред тобой я отец. Я не достоин называться сыном. Ты заплатил за меня любовь умер, распятый на крысе. А чем я тебе воздал? Непослушанием, гордостью, верломством, эгоизмом, собелюбием. Мир тянул, прелести, свое, планирую, решаю, сам, без себя или сама. Давайте мы скажем Богу правду, что мы ходим в церковь, но всеми мы живем, мы мертвы. Давайте скажем правду. Я скажу, если сейчас внутри вас произошло некоторое несогласие, если мы живем, то улику пчелы где-то там гудит. А у нас как молитва гудит? Да вот и вопрос. Таким и живем. давайте откроем наше сердце, склоним наши сердца и колени и скажем ему правду. Аминь. Здесь стоящих перед тобой твоих сыновей и дочерей, которые сегодня, Господь, мы стали. И, Господи, я один из всех так же сыновей, которые сказали, Господи, Отец мой согрешил я пред небом, не ценил этой голгофой, не ценил этим страданием, не ценил этой искуплением, и я тебе достался нелегко, но очень дорого ты заплатил за меня, пошел на смерть, и, Господи, искупил меня, и сегодня я могу называться твоим сыном, твоей дочерью, Отец, помилуй. Я, Господи, не имею той жажды, той ревности искать тебя, как я ищу тебя, я, как я томлюсь по тебе, ты совершенно знаешь, Отец, Отец, это время примирения с тобою, это время примирения с родителями, это время примирения с детьми и внуками, это время, данное тобою, Аминь. 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 Боже, кому наметил в тебя глаголы вечной жизни, и ты пришел сегодня сюда и говоришь, сын мой, дочь моя, мир тебе. Я пришел не осудить тебя, а простить, очистить и дать новую одежду, аминь. Аминь. кровью отца, когда я скажу тебе правду, когда я приду такая, как есть, когда я приду такая, как есть, когда я скажу тебе правду. Отец, я расточила имение Твое. Отец, я расточила ту любовь, которую Ты дал и сливал Духом Святым. Суета, заботы, беспечие, это все угосили. Отец, проси, 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 я молю Тебя. А воочи. Господи, я на Тебя уповаю, я на Тебя надеюсь, я на Тебя полагаюсь. господи, я вижу, как Ты проходишь по родам, как Ты подходишь своим сыновьям и дочерям, и говоришь, я жду, что скажет мой сын, что скажет моя дочь, я жду, у меня новая одежда, у меня есть новая одежда, я жду, я жду, я жду, Господи, я первый хочу прийти к Тебе и сказать, отец мой, отец мой, Ты ждешь меня, Ты ждал меня, когда я приду, скажу, я не достоин, да, я не достоин называться сыном Твоим, но Ты достоин, я благодарю Тебя, но Ты достоин. Я по своим делам поступка достоин смерти наказания, а Ты любишь, любишь, и говоришь, я жду покаяния. Отец, дайте слова покаяния, сатана сейчас не дает, говорит, молчи, не повышай голос, помоги, отойди от меня, сатана, это время покаяния, это время примирения с Богом, помоги друг другом, это время, данное Тобой вечный Бог. Воседаешь на троне, ты смотришь, ты смотришь, и ты говоришь, закалите, закалите, сделайте пирь, был мертв, отец жив, аминь, жив, мой сын, моя дочь, живи, а вот, ты видишь, какая идет борьба сейчас, атаки сатаны, мы просто не видим, господи, своими глазами, о, если бы мы, мы сейчас его запияли, как гневия помилований, отец, и не видим, как сатана атакует, как сатана не хочет отпустить, тебе все хорошо, тебе все в порядку, ты не одна такая, ты не одна такая дочь, ты не один такой сын, а я говорю, дети мои, я здесь пришел сказать, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом, освятитесь, освятитесь, покайтесь, покайтесь, это день привирения, это день покаяния, это день очищения, это день спасения, это день прощения, Аминь. Дух Святой, действуй, Дух Святой, действуй, Дух Святой. Это битва, это битва, это освобождение, это очищение, это обновление. Дайте новую одежду, аминь. Она готова. Одежда праведности, прощения, очищения. Аминь. Не дай, чтобы сегодня сатана торжествовал. Он сегодня говорит, не молись, не говори, примолчи. Скажи, отойди от меня, сатана. А я иду к Господу, придя в себя, встану, пойду к Отцу моему, такой, как есть, такой, как есть. Помилуй, помилуй. Прости.